Я думаю, что мы будем начинать нашу работу. У нас сегодня предстоит очень много работы утром. Я видел, что в коридоре люди общаются, не будем их беспокоить. Тем не менее, я вас приветствую на ENOC 7, который проводится здесь в Москве. Очень здорово, что мы снова перед вами выступаем. Я Серджио Допчиц, я Chief Communications Officer в RIP-NCC. Мы вместе с секретариатом организовали это прекрасное мероприятие. Я очень рад, что вы к нам сюда пришли. Где-то 540 человек зарегистрировалось на пленарное заседание, на тьюториал. Это очень отрадная новость. Мне приятно это осознать. Я также хотел бы поздравить вас в самом начале, многих из вас. Я не знал до 2.30 ночи, но оказалось, что Россия выиграла чемпионат по хоккею. Матч с Финляндией прошел в пользу России. Мои поздравления сборной России и вам всем болельщикам. Я знаю, что все за окнами отеля кричали ночью, потом выпивали, отмечали, что они там пили воду, наверное. Но отмечали они довольно поздно это все. Есть у нас такое дело. Я смотрел список участников. И один человек в списке рассылки. Линдквист, который вот там в углу прячется. Линдквист из Финляндии. Как раз можно его поздравить, наверное, с поражением его команды. Извини, Керт, что я использовал твой личный пример. Но, возможно, это к вам лично привлечет какое-то внимание. Тем не менее, теперь давайте продолжим работу. Довольно много усилий было потрачено на организацию этой встречи. Мы в Амстердаме работаем, поэтому довольно сложно организовать было всю логистику. В этот раз у нас принимает TCI, прекрасная принимающая сторона. Алексей потом будет выступать через несколько минут. Большое спасибо вам, Алексей, и вашей команде за то, что вы помогли нам организовать эту встречу. Естественно, такие встречи не бесплатные. Они несут достаточно большие затраты. Райп НСС, хотя и нет регистрации, платы за регистрацию, тем не менее, Райп НСС вкладывает нам большие деньги во все. И у нас есть также список спонсоров. Как вы видите, прочитайте их названия. Именно они помогают нам предоставлять все услуги для вас, и вы можете этим наслаждаться бесплатно. Райп НСС рассматривает достаточно большой регион. 76 стран в этом сервисном регионе. И регион Яног составляет большую часть, где-то 17 сотен, 1700 участников региона Яног. Где-то от 15 до 20 процентов наших участников. Это большая часть на нашей арене, скажем так. Лишь в России у нас 1145 участников, членов участников. Россия после Великобритании вторая по количеству страна участник. В Великобритании более 2000 таких участников. В прошлый раз в России мы с вами собирались в Санкт-Петербурге где-то год тому назад. И я тогда со сцены спрашивал членов участников и сообщества заполнить форму опросник по вопросу тех сервисов, которые от нас требуются. И поэтому в России количество участников, которые заполнили эту форму, было одним из самых больших. И я вас за это благодарю. Вы говорили о большем покрытии, о языковой поддержке. Мы этим и занимаемся. Сейчас мы выпускаем эту поддержку. У нас есть один русскоговорящий из России, участник в Совете. Он будет сегодня перед вами выступать. И он будет комментировать непосредственно специфику работы в России. Мы начали переводить наш веб-сайт, мы начали переводить материалы, которые мы выдаем для работы на русский язык и на прочие языки данного региона. Мы сейчас пытаемся тщательно тратить на это средство, этим заниматься. Мы преследуем именно такую цель. ЕНОГ для участников. Давайте проголосуем, сколько людей были на самой первой встрече ЕНОГ. На самой первой. Хорошо. Это значит, что я предполагаю, что если у меня все в порядке с математикой, и остальные были на встречах ЕНОГ, и потом, и вы понимаете, что говорят вам переводчики, приятно иметь, приятно знать, что есть такие люди и здесь. Мы здесь для того, чтобы делиться с вами информацией. Региональным и локальным представителям мы рассказываем о идеях, о лучших практиках работы, о передовом опыте работы, куда вы можете добавлять свои знания. Это обмен информацией, дебаты, участие. И это то, о чем я хотел бы поговорить буквально несколько секунд. Как вы понимаете, по залу расставлены микрофоны. Это специально для участия. Мы хотели бы, чтобы вы принимали участие в дискуссиях. Если вы что-то хотели бы добавить, что-то непонятное, или что-то вы хотели бы уточнить, или с чем-то не согласны, подходите к микрофону и высказывайтесь, принимайте участие в этом форуме. Мы также предоставляем отличную возможность для общения, где люди встречаются в группах, в больших группах, и могут организовать более частные встречи с представителями региона и с международными представителями. Пользуйтесь такой возможностью во время перерывов на кофе и на вечерних социальных мероприятиях, которые мы для вас организуем, мероприятиях для общения. Если мы движемся в правильном направлении, нужно это знать координационному комитету, правильное ли выбрано направление, установленное ЕНОГ. Андрей Рыбачевский немного позже поговорит про PC, так что об этом пусть говорит он, а я говорю об обратной связи и вовлеченности участников. Вы можете обращаться ко мне, говорить о своих идеях, высказываться о том, в каком направлении мы должны дальше двигаться, как должны развивать свою работу. Это ваша встреча, она организована для вас, поэтому ваши отзывы будут крайне полезны для нас, чтобы могли установить нашу дальнейшую работу. У нас тут присутствуют особые гости, вы особые гости, специально приглашенные гости, конечно же, все, но есть особые представители. Председатель Райп НСС Найджел, можно, пожалуйста, встать вас попросить? Я знаю, что вы это не любите, но Найджел у нас председатель комитета Райп НСС, Дмитрий Берков, Дмитрий, пожалуйста, встаньте тоже, тоже член Совета Райп НСС. Это те люди из Райп НСС, к которым можно обращаться, и эти господа могут с вами попить кофе и обменяться интересной информацией. У нас 16 участников персонала Райп НСС, сервисы с деск, сервисы. Подходите к этим сотрудникам. У нас два русскоязычных сотрудника, Анна, которая работает в сервисе с деск, и Виктория, точнее Виктор, простите, Виктор. Виктор, похоже, не в комнате сейчас, а в коридоре, но он тоже говорит по-русски, обращайтесь к ним, или всегда вы можете обращаться к нам через переводчика, либо же обращаться на английском языке, если вы им владеете, непосредственно обращаться к нам. Встреча Райп была организована в Варшаве две недели тому назад. Кто-то из вас на ней присутствовал, я узнаю ваши лица. Это было особое мероприятие, 25-е годовщина Райп праздновалась, так что у нас было организовано празднество, было прекрасно все сделано, это было прекрасное событие. И также вручение председательства председательство Хансу Петру Холланду. И он потом выступит чуть позже и объяснит этот момент чуть получше, чем я. Тем не менее, мы признаем, что вы были очень важной частью сообщества Райп и разделяете наши все дела и заботы с нами. Так что эти представители сегодня перед вами выступят и расскажут об этом подробнее. Я рассказал практически все в этой выступительной речи. Хочу лишь сказать, что в России и в регионе очень популярный проект Атласа от Райп. Существуют такие проекты пробные в разных странах и в России. Мы такие пробные проекты реализуем в Сибири и в восточной части Российской Федерации. Если вы живете за Уралом, обращайтесь к участникам Райп. В Service Desk обращайтесь. Они расскажут вам об этих программах подробнее. Общение, напитки всегда помогают нам развязать языки и снизить языковые и прочие барьеры. У нас будут организованы такие встречи недалеко от этого отеля. Мы пойдем в бар. Вам выдали вот такую листовочку в раздаточных материалах. Тут все написано, где мы будем сегодня вечером с вами неформально общаться. Приглашаем вас всех туда, для того, чтобы мы могли неформальное общение продолжить и обсудить будущее. Пожалуй, все, что я хотел сказать, я сказал. Мы рады вас здесь всех приветствовать. Отличная явка. Очень хорошо, что вы пришли. Большое спасибо вам за это внимание, которое вы проявили. Теперь слово предаю Александру, который будет председателем нашего премьерного заседания. Спасибо большое и удачи. Здравствуйте. Разрешите поприветствовать вас от имени программного комитета ЕНОК, про который вам попозже расскажет нас председатель Алексей Рыбачевский. А сейчас разрешите мне пригласить для приветственного слова советника министра связи Российской Федерации Игоря Анатольевича Милошевского. Добрый день. Поздравляю вас с началом работы ЕНОКа, седьмого уже. Это серьезное событие, хоть оно не сопровождается яркой рекламой, но мы действительно относимся к вашей работе с большим вниманием. Здесь присутствуют представители Райпен ССИ. И вместе с благодарностью ко всем организаторам этого мероприятия хочу особые слова адресовать Райпу, это уникальная саморегулимная организация, которая отметила 25-летие и то, как она успешно действует в более чем 70 странах. Это, конечно, достойное уважение. Дело это квалифицированно, без излишней помпезности. Если не считать последний салют в Варшаве, от которого, по-моему, все в Польше слегка проснулось, в Польше рано ложатся спать. Я просто вспоминаю митинг Райпен ССИ, на котором мне удалось участвовать, за то, за что тоже испытываю чувство благодарности. Ну и вот одной из инициатив было образование евразийской группы интернет-операторов, видимо, та работа, которую вы ведете, она действительно успешна, потому что мы с вами живем в условиях уже самой большой интернет-экономики в Европе. Мне очень нравятся цифры прогнозные, то есть на 2015 год, по-моему, прогнозируют 90 миллионов онлайн-пользователей и 30 миллионов объем рынка электронной коммерции, 30 миллионов долларов. И, конечно, источники устойчивого роста экономического и социального развития и благосостояния сегодня в цифровой среде и, в частности, в сети. И, соответственно, вопросы стабильности интернет-инфраструктуры, доступности сервисов, взаимосвязанности сети с тем, чтобы сохранить ее глобальный характер, это очень важно, именно этому посвящена ваша работа. Одним из проявлений вот этого экономического и социального значения сети мне представляется проявление той ответственности, социальной ответственности, с которой вы ведете свою работу. Поэтому спасибо за эту работу, желаю вам в ней успехов. Если что-то вам кажется важным и, может быть, даже не очень понятно другим участникам рынка, то это действительно важно. Держите в курсе. Успехов! Спасибо большое. В свою очередь, разрешите пригласить вас и ваших коллег принимать деятельное участие в течение всех двух дней конференции. И сейчас разрешите пригласить мне для приветственного слова одного из организаторов этой конференции, представителя технического центра интернета Алексея Павловича Платонова. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рад вас видеть на нашем уже регулярном форуме. Я представляю технический центр интернет, один из организаторов данного мероприятия. Я хочу несколько слов буквально сказать про технический центр интернет. Когда эта организация была создана в 2009 году, главный ученый Райпен-Сиси Дэниел Каренберг сказал, ну теперь-то мы знаем, куда обращаться, если что-то в интернете где-то не так работает. Ну, в общем, название, конечно, немножко такое амбициозное, но мы ему пытаемся соответствовать, в том числе и потому, что технический центр интернет является правоприемником российского НИИ развития общественных сетей, который, ну, 20 лет назад как раз получил право администрирования национального домена РУ и вплоть до 2009 года выполнял функции технического центра. А потом все это вместе с людьми и оборудованием было передано в технический центр интернет, который уже на более высоком организационном, техническом и коммерческом уровне продолжил эту работу. В настоящее время мы являемся операторами реестров национальных доменов РУ, РФ, территориального домена СЮ, ну, а также новых доменов, которые вновь образованы в рамках программы Айкэн, это точка Дети и точка Татар. Вот, поэтому в общем-то здесь процесс длительный, процесс связанный с развитием инфраструктуры интернета, вот, и поэтому наша организация, она, в общем-то, в связи с этим и, естественно, заинтересована в том, чтобы существовали какие-то площадки для открытого профессионального обсуждения вопросов, связанных именно с инфраструктурой, с развитием сети, как сети, потому что очень много различных событий, связанных с контентом, там, со всякими вот вещами, которые находятся, грубо говоря, где-то на прикладном уровне. А построение сети и прочее, ну, вот, мы, так, может, немножко относимся к этому, ну, как, вот, у нас мы поддерживаем фактически два мероприятия, это вот ЕНОК и форума МСКХ. Я считаю, что это две основные вот площадки для подобных обсуждений, очень полезных, ну, и они не противоречат друг другу, дополняют друг друга, и поэтому, вот, мы их и поддерживаем. Вот. Ну, собственно говоря, я хочу выразить надежду, что и в дальнейшем вот этот процесс, связанный с ЕНОКом, будет продолжаться, будет охватывать там новые страны. Мы надеемся, конечно, что и большее количество из других стран людей будет приезжать, в том числе, в Москву, из вот тех, которые охвачены процессом ЕНОК. Вот. Ну, и будем поддерживать. То есть, надеюсь, что вы хорошо поработаете на этом форуме. Желаю всем удачи. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, от лица программного комитета позвольте вас поприветствовать на седьмой встрече Евроазиатского форума сетевых операторов. На экранах вы видите программный комитет. 20 человек работали над компоновкой этой программы этих полутора дней, которые, мы надеемся, вас заинтересуют и побудет более активно поучаствовать, обсудить насущные проблемы. Я хотел бы попросить членов программного комитета, которые сейчас находятся в зале, встать, чтобы люди могли их увидеть. Нас можно еще различить по красному беджу. По красному беджу. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, предложения, об этом чуть-чуть поговорю попозже. Пожалуйста, найдите нас и ваше мнение нам очень важно и очень интересно. Программный комитет, как это может быть не странно, начал работать над программой еще в декабре прошлого года, когда мы собрались первый раз и обсудили возможную тематику, интересные вопросы, которые были бы интересны сообществу и много. И далее, на протяжении всех этих месяцев, мы продолжали более детально калибровать эту программу и то, что вы видите сегодня, это результат этой работы. Но, безусловно, роль программного комитета, она определенная. Качество и интересная тематика, интересные доклады в первую очередь мы должны, конечно, поблагодарить вас же, докладчиков, которых мы сегодня и завтра услышим. Можно следующий слайд, пожалуйста. Несколько слов о программе. Как следует из названия нашей встречи INOC это группа сетевых операторов. И прежде всего наш фокус на интересы и на проблематику сетевых операторов. Но, как вы увидите из программы, мы затрагиваем и смежные темы, которые как по нашему опыту опыт показал волнует это сообщество. Это и вопросы регулирования рынка и вопросы управления интернетом. Поэтому эти темы будут освещены в программе INOC также. Пару слов о БЛИЦ-докладах. У нас есть одна секция, которая состоится завтра во вторник в конце первой секции так называемые БЛИЦ-доклады это 10-минутные, точнее 5 минут доклад, 5 минут вопросы. Короткие сообщения о идеях каких-то проектах, довольно спонтанные. У нас еще есть как бы два места для двух докладов, так что если у вас есть интерес, есть желание, есть идея, пожалуйста, вот URL, по которому вы можете послать заявку и программный комитет сегодня сможет ее рассмотреть и сообщить вам о принятии этого доклада. Меня еще попросили сказать, заметить одну вещь. Завтра во вторник первой секции у нас состоится круглый стол с несколько таинственным названием о новых функциях нового общего домена высшего уровня. На самом деле основная тематика будет о поддержке кириллических доменов и о поддержке кириллики в приложениях веб и электронной почты. Я надеюсь, вам эта дискуссия будет очень интересна, поэтому все приглашаются на этот круглый стол, на эту секцию. Как я уже говорил, ваше мнение очень важно. Только как бы эту обратную связь имея мы можем улучшать программу. Поэтому нам очень важно, какие доклады вам показались более интересными, какие менее интересными. Как вы также знаете, перед началом ИНОК у нас полуторачасовая секция тюториалов, тренинга. И тут также ваше мнение было бы очень полезно. Более как бы практический тренинг или может быть более образовательные доклады по технологиям. Какие конкретно теории свои идеи, свои пожелания. И насколько я знаю, онлайн вы сможете свой фидбэк также зарегистрировать. Ну, мне кажется, я все рассказал, поэтому желаю нам всем приятных и интересных полутора дней. и еще раз спасибо. Андрей, забыл сказать самое главное. Люди с красными бэджиками, программный комитет, это добровольцы, которые формируют для вас программу конференции. Мы добровольцы, мы не зависим ни от спонсоров, ни от организаторов. Если вы считаете, что вы можете поработать для сообщества и получить за это красный бэджик и ничего более, тогда мы приглашаем вас также в программный комитет работать вместе с нами. Спасибо. Спасибо, Александр.